Всем привет! Сегодня такой мини-обзор. Видишь, что я его цена сделаю с новыми мышками и батарейками. Батарейки, наверное, не факт, что на мышках будет. Тут еще есть аккумуляторы. Скорее всего, для микрофонов, но мышки, по крайней мере, такие вот. Все около ликфирмы. 525, 45, 445, 505, 565, 535, 525. Все вроде. Отличается только цветом и ценой. Цена примерно около 200 рублей, по крайней мере, на данный момент. Не знаю, стоили ли они когда-нибудь 400, но по крайней мере, пока 50% скидка. То есть за 200 рублей грех не купить. Батарейки тоже купил так, для тестов, но не для микрофонов. Вот эти батарейки, точнее, эти аккумуляторы от 1000 вольт до 2300. Тоже посмотрю, насколько их будет хватать. Ну, конечно, для мышек это мощно, а для микрофонов, по идее, должно самое то быть. Так, первая модель, 565 МВ. Так вот выглядит. Две кнопки. Шарик тоже нажимает. Три кнопки. Тут четвертая кнопка DPI. То есть у нее тут две параметры. Скорость 1000 и 1600. То есть при нажатии она курсор, то быстрее, то медленнее делают при движениях. Батарейка в комплекте есть. Размер АА. Пальчиковый. Переключателей включения и выключения нет. Такая крышка закрывающаяся. В принципе, все. Большего от него ожидать не стоит. Так, следующая мышка точно такая же, 565, только белая. Все то же самое. Отличия вроде бы еще не нашел. Единственное, картонка маленькая другая. Не двойная, а одинарная. Миллион нажатий. Частота 2,4. Так, батарейка такая же, TC-Best. Но они не алкалиновые идут, а какие-то из другого материала. Тут где-то написано даже было. А, акадмиевые. То есть, видимо, еще хуже алкалиновых. Но, видимо, для мышки хватит. Да, еще отличие в году. Производство здесь 21, там 20 был. И почему-то везде пишут, что 3 вольта 14 миллиампер. Хотя батарейка на 1,5 вольта. Не знаю, как тут стыкуется 3 вольта. Очень странно. Так, следующая мышка 545, его клик. Здесь уже напряжение не 1,5, а 1,3. Патриблин такой же, 13 миллиампер. Там вроде 14 было. Крышка уже не выдвигается, а защелкивается. Приемник вставляется снаружи, а не внутри. Батарейка тоже уже идет другая. Другой фирмы. Какая-то. Лув. И непонятно, какого она. Тут уже не написано, какой материал. Но, скорее всего, тоже какая-нибудь. Не алкалиновая, наверное, другая. Хотя она вроде нелегкая пояса. Тут уже DPI 3 штуки, а не 2. Вместо 1000 и 1600. Здесь теперь 800, 1200. Тоже, по-моему, 1600. Больший разброс. В руке, кстати, лежит поудобнее, чем та. По крайней мере, для меня она такая чуть-чуть потолще. Почему в этой плюсов больше, чем в той. Да, и самое главное, здесь уже 3 миллиона нажатий. По сравнению с предыдущим, где было 1 миллион нажатий. То есть в 3 раза долговечнее, как минимум, она должна быть. Так, следующая мышь тоже 545, только уже синенькая. Отличия больше никаких не увидел, только год. Здесь, по-моему, 20, а там был 21. Но конструктивных особенностей или каких-то других параметров я не заметил. Так что, по сути, то же самое. По крайней мере, пока что не видно. Так, следующая модель 535. Здесь уже 2 клавиши, нету 3, ну как, 2-3, еще шарик нажимается. Нету клавиши DPI, которые скорость регулируют. Тут фиксированные 1000 DPI. Переключателя тоже нет. Вскрывается внутри приемник, когда транспортируется. Батарейка такая же, как в предыдущей. Первая была синенькая. Ну, конечно, скорее всего, батарейки всегда по-разному ложат. В общем, здесь такая же синяя, которая из неизвестного Кадмия. Вот. Ну, она такая низкая, конечно, не совсем удобная. Ну, типа, для транспортировки в ноутбуках подходит. А так, не сказала бы, что ей удобно пользоваться. Ну, в принципе, пойдет. Так, следующая модель 525. Красного цвета. Еще такая синяя есть. Ну, про нее надо отдельно еще запишу. Батарейка, картинка. Какая-то новенькая. Нет, такой еще не было. Ну, тоже не написано, какой материал. Но, скорее всего, Кадмия тоже. Здесь уже пишет полтора вольта. Вместо 1,3. Также 14 мА. В предыдущей, где 3 вольта писала, там, скорее всего, тоже был 1,3. Хотя, не знаю, не факт. Приемник также внутри прячется, закрывается крышечкой. ДПИ-клавиши нет. То есть, 1000 ДПИ только забиндено. Плюс здесь, по-моему, 3 млн нажатий. Да. То есть, тоже, как бы, долговечная на уровне вот этой 545. Тоже 3 млн нажатий, только нет ДПИ-клавиши. Тоже такая, в принципе, высоковатая, удобная рука лежит. Тоже неплохой вариант. Мне нравится. Так. Синяя точно такая же. Только год, по-моему, здесь 21-я, там 20-я был или наоборот. Так, остальных различий пока больше не заметил. Так. Следующая модель 505. МВ. Тоже снимается, как в первых моделях. Внутри хранится приемник. Готарейка синенькая. Вот. Нету кнопки DPI. То есть, здесь 1000 у нас DPI запрограммировано. Зато 3 млн нажатий. И размер такой, как себе, тоже крупноватый. В принципе, тоже неплохой вариант. Тут есть что-то подобие кнопки, но это не кнопка, просто... Не понятно, что. В общем, если вам достаточно 1000 DPI, то 3 млн нажатий вполне себе должны сослужить срок службы большой. Также здесь удобно, что вот так открывается крышечка. Мне нравится. Лучше, чем для тебя. Но нет кнопки опять включения-выключения. Ну, экономили на всем, что возможно. В руке лежит, в принципе, нормально. Да, еще по напряжению здесь 1,5 Вольта и 19 мА потреблены. То есть, побольше, чем у остальных на 5 мА. Что не совсем стандартно для них. Очень интересно. У всех мышек срок службы год и гарантийный срок службы год. Но, видимо, после года на них можно не рассчитывать. Но это как пойдет. Так, последний агрегат в нашей линейке. Младший, самый, видимо, 4,45, судя по цифрам. Вот, отличается тем, что у него потребление 30 мА. Теперь, в отличие от остальных, самая такая употребляемая мышь. Также 1,5 Вольта, а не 1,3. Две кнопки, DPI нету, но есть, типа, встроенные 1200. По батарейке внутри вместе с приемником не выдвигается. По форме, в принципе, высоковатые. Две кнопки, DPI 1200. Три миллиона нажатий. В принципе, долговечные. Так. Вроде бы все просмотрел. Можно обзор заканчивать. Затянулся, он далеко не шорт. В общем, самые удобные оказались большие мышки. Но некоторые из них потребляют много, как вот последние. Вот эти красненькие. По-моему, самый оптимальный вариант. 545 оказался. Насколько я помню, сейчас уже, правда, не вспомнил. Но некоторые совсем неудобные, как вот эта низкая. Некоторые потребляют много, которые 30 мА будут меньше хватать. Так, в общих чертах плюс-минус почти одинаковые. Только вот по форме, по удобству и по скорости курсора. Ну, за 200 рублей все нормы. Так, по скрипту, после какого-то времени использования, примерно через неделю, в одну из мышек уже потекла батарейка. То есть, у нее тут начало течь. Казалось, что из батарейки потекает, и она уже не работает. Но батарейка поменяла, и все, заработала. И некоторые мышки, как бы, при работе у них курсор прыгает. Но это связано с поверхностью больше. То есть, если выложить на коврик, то вроде бы такой проблемы нет. Но вот на столе может курсор в сторону прыгать. Вроде бы пока все. Продолжение следует...